Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 4 ноября 2022 года. Местное время 18 часов 2 минуты. Киевское 19 часов 2 минуты. Московское 20 часов 2 минуты. Пятница. Сейчас я продолжу чтение очень такой важной главы под названием «Предрасполагающие причины». Это так записано в книге. Ну, а чтобы вам понятнее было, то я продолжу чтение главы под названием «Причины, способствующие развитию душевных болезней». Часть вторая. Ну, это искусственное разделение, поскольку эта глава очень большая о причинах, способствующих развитию душевных болезней, поэтому я разбил их на две части. Значит, это курс психиатрии Сергея Сергеевича Корсакова, третья посмертная, исправленная самим автором издания, Москва, 1913 год. Значит, в этой главе я зачитаю тринадцатую причину, то есть эту четырнадцатую, наследственность, очень важная такая большая под глава. Вот, так, и дальше пятнадцатую, условия зачатия, утробной жизни плода, рождение и физическое развитие в первом детстве, условия. Вот, и восемнадцатая, нет, подождите, если это пятнадцатая, почему там восемнадцатая? Так, секундочку. А, семнадцатая, да, влияние среды, опять же, а где же шестнадцатая? Это же у нас получается пятнадцатая. Пятнадцатая – это условия зачатия, утробной жизни плода, рождение физического развития в первом детстве. Это шестнадцатая, пятнадцатая, а где же шестнадцатая? А, вот, шестнадцатое – воспитание, вот, семнадцатое – влияние среды, восемнадцатое – индивидуальные свойства характера. Ну, я думаю, что, вот, начиная с пятнадцатой, я зачитаю отдельно. А сейчас, значит, преимущественно я вам прочту четырнадцатую причину под названием «Наследственность». Большая такая глава. «Наследственность». Давно замечено, что дети, внуки и близкие родственники, душевно больных, пьяниц, истеричных преступников или очень слабых физических, эпилептиков, истощенных лиц, лиц пожилых, лиц, предававшихся эксцессам, представляет большую наклонность к заболеванию. К заболеванию душевными болезнями. Этот факт объясняется патологической наследственностью, то есть передачей болезненных свойств от предков к потомкам. Патологическая наследственность есть одно из проявлений общего биологического факта наследственности, то есть способности организмов передавать свои свойства и особенности от одного поколения к другому. Существование наследственной передачи свойств в человеческом роде есть факт несомненный. Мы ежедневно убеждаемся в существовании сходства детей с их родителями как в отношении физических признаков, так и в отношении душевных. Существуют целые поколения с отличительными признаками в строении тела, так называемый нос бурбонов, губа габсбургов. Бурбоны – это французская, скажем так, королевская династия. В габсбурге – это австрийская или австро-венгерская – описывается случай, где сын, никогда не видавший и не слышавший о свойствах своего отца, поражая сходством с ним в какой-нибудь наклонности, в каком-нибудь характерном семейном жести, в манере держать себя иной раз. Поразительно, как мельчащие особенности в строении тела, в свойстве характера и привычках передаются от родителей детям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и болезненные свойства передаются из поколения в поколение. Факт патологической наследственности подмечен уже был гиппократом и признается громадным числом врачей. Правда, оценка его значения делается не всеми одинаково. Одни, чуть не главную роль в появлении болезней приписывает наследственной неустойчивости тех или других органов, причем допускает не только общую стойкость или нестойкость того или другого органа в данном поколении, но и прямую зависимость неустойчивости какого-нибудь органа у детей от приобретенных болезней родителей. Отец пропил печень сына. Так образно выражается один известный клиницист, определяя недостойную функцию печени у сына пьяницы. Другие же не придают такого большого значения наследственной передаче болезни, не полагают, что ею передается только некоторое расположение к заболеваниям вообще, но что главную роль в происхождении болезней имеют внешние факторы. Есть врачи, которые совершенно не признают наследственной передачи болезней, но таких немного. Большинством врачей патологическая наследственность признается по отношению к очень многим болезням, к туберкулезу, раку, страданиям сердца, различного рода диатезам, как золотуха, артритизм и, между прочим, по отношению к нервным болезням, прогрессивная мускульная атрофия, Томпсонова болезнь. Или болезнь Томпсона. И душевным. Один из невропатологов чрезвычайно расширяет круг наследственных нервных болезней, причисляет сюда, по примеру, Шарко и такие, которые как будто зависят почти исключительно от внешнего фактора. Например, периферический паралич лицевого нерва. Причем указывает, что внешняя причина могла произвести данную болезнь только потому, что именно соответствующая часть нервной системы представляла врожденную или наследственную неустойчивость. Другие, напротив, суживают круг понятия наследственных нервных болезней небольшим числом форм, которые действительно часто встречаются в одной семье. То же самое различие во взглядах существует и по отношению к наследственной передаче душевных болезней. Биологический факт наследственности представляет собой одну из самых интересных и самых важных загадок для человеческого ума в самом деле. Сознание, что в мельчайшей частице оплодотворяющего вещества таятся зачатки не только видовых свойств, но и самых мелких особенностей не только строения, но и функции, кажущихся исключительно реакцией на окружающее, как, например, особенности жестов и прочее. Сознание того, что эти зачатки при посредстве мельчайших семенных живчиков, выбрасываемых миллиардами, передаются иногда от деда к внуку, минуя отца. Это сознание вызывает почти такое же удивление перед величием законом мира, как мысль, возникающая при созерцании звездного неба с его млечным путем, с неизчислимым количеством созвездий, отстоящих от нас на расстоянии, измеряемом сотнями лет прохождения света, и тем не менее составляющих лишь маленькую частицу из числа миров, входящих в состав млечного пути. Естественно, поэтому, что ум человека давно стремился, если не разрешить, то хотя бы сколько-нибудь объяснить себе тайну процесса наследственности. К сожалению, сколько-нибудь удовлетворительного объяснения мы до сих пор не имеем. Еще Гиппократ предполагал, что семя мужское и женское собирается со всех частей животного, и потому различные изменения в этих частях отражаются на нем и передаются по наследству. И теперь мы еще не очень далеко ушли от такого представления. Одна из недавних, правда, теперь уже мало кем признаваемых теорией наследственности. Это теория Пангенезиса Дарвина, Росвена, по идее, взглядом Гиппократа. По этой теории предполагалось, что у животных, размножающихся при помощи половых клеток, от всех клеток организма отделяются мельчайшие частицы, гемулы, которые входят в состав половых клеток. Каждая из гемул представляет собой особенности клетки, от которой она происходит, и сообщает эти свойства половой клетке, а затем при развитии новой особи передает их однородным клеткам и тканям. Таким образом, по мнению Дарвина, могут передаваться потомствам приобретенные в течение жизни изменения. Этим путем наследуются не только видовые свойства, но и изменения функциональные, обусловленные приспособлением и влиянием внешних условий, а в исключительных случаях даже и механические повреждения. Теория Дарвина вызвала много возражений, и на смену ей явились другие теории, например, теория Спенсера, Гальтона, Геккеля, Негеля. В последнее время особенно выдвинулась теория наследственности Вайсмана. Вайсман исходит из того, признаваемого большинством биологов мнения, что наследственные свойства передаются веществом, входящим в состав ядра половой клетки, так называемым хроматином, который не нужно смешиваться с хроматином нервных клеток, окрашенных по способу мисля. Облаготворение сводится к слиянию хроматина мужского и женского, причем из мужского живчика и женского яйца выделяется несколько частей свободного хроматина, так что мужские и женские элементы вступают в соединение с неполным составом хромативно. Хроматин в ядре расположен в виде особых палочек или хромосом, и эти палочки при отделении клеток разделяются пополам и сохраняются в каждой клетке, происшедшей из данного яйца в том же количестве, как они были в яйце. Так что, если яйцо содержало 4 хромосомы, то и все клетки организма, проищающие из этого яйца, содержат по 4 хромосомы, для того, чтобы яйцо сохранило при соединении с живчиком то же количество хромосом и происходит при оплодотворении выделение излишнего количества их как из женского, так и из мужского элемента. Вайсман полагает, что в половых клетках в ядерном веществе заключается вечно живущая зародышевая плазма. Она передается из поколения в поколение, как таковая, и она-то и обусловливает передачу свойств данного вида. В каждом потомке, по мнению Вайсмана, заключается частица именно той зародышевой плазмы, которая жила в его предках. В этом отношении передача свойств у животных, размножающихся при помощи половых клеток, похожа на размножение при помощи почкования или деления у низших животных. Так, например, у амебы клетка делится на две части, и одна часть идет на образование новой особи. Следовательно, вещество непрерывно продолжается из поколения в поколение. У высших животных этого же рода процесс происходит по отношению к ядерному веществу половых клеток. Оно также путем деления непрерывно продолжается из поколения в поколение. После оплодотворения, то есть соединения мужского и женского клеточного элемента, происходит процесс деления, причем часть половой клетки идет на образование различных тканей тела, а часть именно зародышевая плазма входит неизменной в состав клеток различных частей тела и определяет их развитие по типу предков. Частицы зародышевой плазмы переходят и в половые клетки данного индивидуума, и затем через них передаются следующим рядом поколений. Те элементы ядерного вещества, которые остаются неизменяемыми и которые определяют родовой тип развития ткани, Вайсман называет детерминантами, определителями. Они составляют часть из числа так называемых биофор, т.е. мельчайших составных частей каждой клетки. Детерминанты, по мнению Вайсмана, складываются в иды, а иды – в иданты. Иданты представлены теми хромосомами, о которых было сказано выше. При оплодотворении и удалении при этом частицы хромосом могут происходить различные изменения в расположении детерминантов мужского и женского элементов. В зависимости от этого, происшедший плод, нося в себе основные свойства данного вида, будет представлять отличия от отца и матери в отдельных своих свойствах. По всем вероятностям между детерминантами происходит борьба и более сильные оказывают большее влияние на направление, в котором совершается развитие ткани, а в зависимости от этого одни части организма развиваются по типу отца, а другие по типу матери. Некоторые из детерминантов, не оказывая заметного влияния на развитие организма данного поколения, передаются следующему поколению, в котором и проявляют себя, обнаруживаясь в сходстве тех или других признаков с дедовскими или прадедовскими, атовизом. Точно так же в каждом женском организме скрыты детерминанты мужского сложения, которые, не обнаруживаясь в строении тела матери, переходя в следующий плод, обусловливают рождение мальчиков от женщин. Точно так же латентные в организме пчел и матки детерминанты рабочих особей снова обнаруживается в строении пчел работниц. Таким образом, при помощи детерминантов непрерывно из поколения в поколение передаются основные свойства вида, а индивидуальные особенности каждой особи определяются взаимным соотношением материнских и отцовских детерминантов и сохранением одних из них временно в латентном состоянии. Так как по существу зародышевая плазма по взгляду Вайсмана вечно и лишь передается из поколения в поколение, то она и служит хранилищем основных свойств данного вида. Этим прекрасно объясняется консервативный элемент в наследственности, но совсем не объясняется передача приобретенных свойств, особенно функциональных. Правда, Вайсман утверждает, что такие свойства и не передаются по наследству, а являются результатом условий жизни и в доказательство приводят такие факты. Сколько бы поколений не говорило на языке данной национальности, родившийся ребенок не говорит на этом языке и, получив по наследству только общую способность к речи, свойственному человеческому роду, выучивается говорить на языке окружающих его людей. Оригинальное, скажем так, обоснование. Точно так же бесчисленное множество женщин рождает детей при условии разрыва девственной плевы, и все-таки девочки рождаются сохранением ее. Вайсман последовательно отрезал хвосты у представителей пяти поколений мышей и не заметил среди множества потомков ни одного с дефектом в строении хвоста. Передачу патологических свой Вайсман объясняет ненаследственностью в собственном смысле слова, а тем, что на элементах зародышевой плазмы отражается общее болезненное состояние организма родителей. Так, у старика половые клетки представляют явление хилости, и естественно, что ребенок, родившийся от старика, может быть слабым, но тем не менее он не будет представлять признаков старости с самого начала своей жизни. Аналогично можно оттолковать и другие явления так называемой патологической наследственности, например, влияние пьянства и хронических болезней. Эти условия вызывают в данном индивидууме ослабление жизненной энергии половых клеток, что отражается на питании развивающегося плода и на его свойства, но наследственности в тесном смысле этого слова здесь нет. Однако мнение Вайсмана относительно патологической наследственности далеко не объясняет всех фактов, а потому и вызвало желание дополнить его теорию новыми соображениями. Сюда относится дополнение, сделанное Эмери и основанное на том, что многие ткани организма выделяют продукты, влияющие на питание и развитие всего организма или отдельных его частей. Так, удаление щитовидной железы вызывает остановку роста тела, кастрация вызывает остановку роста волос, у людей изменение голосовых свойств. Введение элементов щитовидной железы даже другого животного останавливает вредное влияние ее удаления. Из этих фактов Эмери выводит предположение, что в организме вообще существуют вещества, выделяемые разными тканями цимоплазмы разных свойств, которые могут действовать химически на зародышевую плазму, в зависимости от чего на развитие новой особы и зародышевой плазмы будет отражаться состояние тканей у их родителей, тканей у их родителей. Таким путем можно объяснить и патологическую наследственность и наследственность некоторых функциональных свойств. К этому нужно прибавить, что по взгляду некоторых представителей биологии, как, например, Негели, той части плазмы половой клетки, которая является носительницей наследственных свойств, и геоплазме присуще свойство к прогрессивному усовершенствованию под влиянием внутреннего ей присущего побужения. Этим можно объяснить эволюцию в развитии видов, помимо влияния внешней среды, следовательно, вопреки взгляду Дарвина, полагавшему, что все усовершенствования вида обусловливались приспособлением к внешним условиям и борьбой за существование и регулирование вредного влияния дурной наследственности. Патологическая наследственность как по отношению к нервным и душевным болезням, так и по отношению к другим болезням бывает различного типа. Прямая. Первое. Прямая непосредственная наследственность – это такая, в которой болезнь непосредственно передается от родителей одного или обоих к детям. Второе. Возвратное или атовистическое, когда болезненные свойства передаются от деда, бабки, прадеда и прочих, минуя родителей. Третье. Очень нередко, собирая анамнезические данные о наследственности, мы не находим никаких указаний на болезни предков, но находим указания на болезненность боковых линий у дяди, теток, двоюродных и троюродных братьев. Это будет боковая наследственность, указывающая на предположение, предрасположение, существующее в целой семье. Четвертое. Наследственность бывает односторонняя и двусторонняя, в зависимости от того, существует ли она только в семье отца или матери, или с обеих сторон. Пятое. Наследственность может быть прогрессирующей или регрессирующей, в зависимости от того, увеличивается из поколения в поколение те или другие признаки или уменьшается. Шестое. Отмечает еще наследственность через влияние, когда, например, сын от второго брака матери получает иногда свойства первого мужа своей матери. Так, например, одна негритянка, бывшая в замуществе за белым и потом, вышедшая замуж за негра, рождала и от второго брака мулатов. На возможность такого влияния указывает некоторые факты из наследственности у животных. Что касается донаследственности по отношению к душевным болезням, то передача наклонности к душевным болезням бывает не только от лиц, страдающих душевными болезнями в собственном смысле слова, но и от страдающих различными нервными болезнями, органическими и неврозами, как истерия, эпилепсия, хорея. Точно так же психопатические свойства развиваются у лиц, роженных от родителей, слабых, истощенных, какой-нибудь болезнью, быстрой или хронической, также от родителей пожилых или представляющих очень большую разницу в возрасте от алкоголиков и лиц, страдающих вообще хроническими отравлениями, лица, отличающиеся различными странностями, неправильностью жизни, лица слишком жестокие, преступники, нередко являются родоначальниками поколения, отличающегося большим количеством душевно больных и преступников. Ламбразо приводит пример одного пьяницы Макса Юки. От этого родоначальника в течение 75 лет произошло 200 человек воров и убийц, 90 проституток, 280 страдавших слепотой, чахоткой, идиотизмом. В его поколении 300 детей умерли в раннем возрасте. Замечательно также, что в некоторых семьях, отличающихся особенной наклонностью к душевным болезням, числятся и лица в высшей степени талантливые и гениальные, что и дало основания для сближения гениальности и помешательства. Ну, скажем так, вот я вам сейчас зачитаю, скажем так, работу, да, материалы из работы Отто Вейнингера, молодого ученого, 23-летнего, несомненно талантливого, если не сказать гениального, ну вот, то есть это с одной стороны гениальность и талант, да, вот, а с другой стороны, после опубликования своей книги в 1903 году, в том же возрасте, 23-х лет, он заканчивает жизнь самоубийством. Вот вам и сочетание гениальности и вырождения, и помешательства или вырождения, это одно и то же. К причинам неблагоприятной наследственности часто причисляются и браки между кровными родственниками. В большинстве случаев действительно дети, рождающиеся от таких браков, представляют признаки патологической и, в частности, психопатической наследственности. Но сказать, что это зависит только от кровного родства родителей, нельзя. Наблюдение показывает, что в тех родах, в которых допускались браки, даже между родными братьями и сестрами, не было больше выроженных, чем в других семьях. Известны такие браки у древних персов. Некоторые духовные лица даже обязательно вступали в подобные браки, они были обычаями в династии Птоломеев и Клеопатра, родилась от брака брата и сестры. На острове Яве есть небольшая группа жителей, обособившихся в горах от других родов. Всего их сорок дворов. И в течение четырех столетий они вступают исключительно в близкие кровные браки, и, несмотря на это, отличаются крепким сложением и прекрасным душевными свойствами. Браки между кровными родственниками, конечно, вредны от того, когда их род представляет признаки наследственной психопатии. Тогда, понятно, дурное влияние родителей на потомство удваивается. Если факт существования психопатической наследственности им нужно считать несомненным, так как мы видим, что дети и потомки душевно больных и нервно больных часто также заболевают нервными и душевными расстройствами, все-таки несомненно, что далеко не все их потомство страдает душевными болезнями. Психическое расстройство является обыкновенно лишь у некоторых членов такой семьи, оставляя непораженными других. У различных лиц семьи, в которых существует наследственное психопатическое предрасположение, наследственность оказывает не одинаковое влияние, а так у некоторых из лиц невропатической семьи мы находим только предрасположение к заболеванию. У других же с детства заметны какие-нибудь странности характера, влияние неправильного развития мозга, признаки инвалидности мозга или явные признаки психического выражения или дегенерации, признаки врожденной психопатической конституции. Вопросы о психическом выражении или психической дегенерации в настоящее время весьма интересуются вопросом о психическом выражении или психической дегенерации, в настоящее время весьма интересуются. Хотя нельзя еще сказать, чтобы по этой части много было добыто истинно научных данных. Правда, существует много фактов, приводимых в подтверждение той или другой теории дегенерации, но эти факты собраны не всегда беспристрастными исследователями и потому требуют проверки. Тем не менее, общий вывод именно тот, что при неблагоприятных условиях душевные аномалии родителей передаются потомкам и отдельным поколениям, разделяется всеми точно так, как и мнение, что эта передача дурных сторон психической организации может быть так сильна, что в конце концов в данном поколении может совсем прекратиться правильное развитие психической жизни и рост закончится поколением идиотов. Однако нельзя исключать возможности и того, что развитие дегенеративных свойств в данном поколении остановится. И мало этого, при благоприятных условиях наступит регенерация, то есть дурные свойства организации все более и более будут сглаживаться и поколение будет все более и более приближаться к нормальному. Но это уже касается положения Евгеники. В настоящее время существует две главные теории дегенерации. Одна, идущая от знаменитого Мореля, отца учения о психическом выражении, признает, что уклонение от нормального типа, явившиеся при неблагоприятных условиях у родителей, передаются благодаря наследственности потомкам и при том не просто передаются, а все усиливается. Так Морель принимает, как один из частых типов, такие четыре ступени выражения. В первом поколении странности характера с наклонностью к пьянству, во втором поколении – психоз, выражающийся в аномалиях душевных чувств и в нравственной сфере, в сфере чувств, в третьем поколении – помешательство с бредовыми идеями и исходом слабоумия, в четвертом – идиотизм. Затем род прекращается. Такое же влияние, какое в данном примере имели странности характера и пьянства, может иметь и какая-нибудь тяжелая нервная или душевная болезнь, что видно из следующей таблицы, изображающие развитие выражения в одной семье. Так, первое поколение – отец помешанный, мать здорова. Второе поколение – дочь была больна помешательством. Третье поколение – дочь помешана, дочь здорова, дочь помешана, дочь здорова. Дальше, от третьего поколения дочь помешана, значит, имеются две дочери и сын. Дочь – судьба неизвестна, дочь помешана, сын – мания и слабоумие. Значит, от дочери больной, нет, от дочери здоровой – семь здоровых детей. Дочь помешана, сын – дочь и дочь. Сын – самоубийца, дочь слабоумная, дочь – периодическое помешательство. От дочери здоровой – два сына, судьба неизвестна. В пятом поколении детей нет. Значит, вырождение. Такое же влияние оказывает иногда чрезвычайно неправильная жизнь родоначальника, разные эксцессы, иногда чрезмерное умственное напряжение, или быстрый переход из одного положения в другое, например, из бедности к очень большому богатству или обратно, из богатства к бедности, сложные ответственные обязанности, чрезмерная власть, выдающаяся общественная деятельность. В пользу теории прогрессивной дегенерации можно привести много примеров, где фамилия прекратилась на четвертом или пятом поколении после того, как их предок выдался чем-нибудь особенным талантом, случаем богатством, развитием сложного торгового предприятия или даже просто переменил сельскую жизнь на городскую или был болен какой-нибудь нервной или душевной болезнью. Но, несомненно, столь же много примеров можно привести и против прогрессивности выражения заканчивающегося вымиранием как непременного условия. Во-первых, и в семье, где, несомненно, существует большое расположение к нервным и душевным болезням, существует иногда не наклонность к вымиранию, а даже чрезмерная плодовитость, что, например, нередко приходится наблюдать в семьях евреев, а во-вторых, далеко не всегда и далеко не все потомки, несомненно, душевно больных, а тем более только знаменитых или странных людей, заболевает психически. У многих из этих потомков нет и следа дегенерации, и они представляют из себя самые лучшие нормальные типы. А иной раз случается видеть, что начавшееся в семье вырождение останавливается, и психические проявления начинают уменьшаться, семья возрождается. По другой теории, представителем которой является итальянский психиатр Ламброзо, дегенерация выражается чаще всего, с одной стороны, развитием невроза, стоящего ближе всего к эпилепсии, подучей болезни, а с другой – в таком изменении организма, которое приближает его к типу некультурных, в некоторых случаях диких прародичей. По этой теории с человеком может происходить то же, что, например, с яблони, если культивированную яблоню оставить без надлежащего ухода, она вырождается, то есть делается дикой, возвращается к типу яблони, от которой произошла садовая яблони. Она утрачивает все свои лучи, с нашей точки зрения, свойства. Точно то же может быть под влиянием дегенерации и с человеком. Благодаря дегенерации он утрачивает наиболее культурные свои свойства, он теряет способности к высшему нравственному развитию, умственные способности становятся менее тонки, и в нем воскресает свойства, хранящиеся в нем, как наследие от диких предков. Он делается мстителен, дерзок, наклонен к насилию, грабежу, убийству и даже к людоедству. По этой теории, одним из самых резких проявлений дегенерации являются так называемые прирожденные преступники и дикие насильственники, наиболее напоминающие, как по физическому строению своему форме черепа, лица, зубов, так и по складу психической организации людей нищих рас. Но и по этой теории далеко не у всех подвергающихся дегенерации является очень резкое возвращение к типу предков. У некоторых дегенерация выражается только в небольших, не особенно бросающихся в глазах, особенностях строя и психической организации или в большой эксцентричности, полуумные или мотоиды, или, как я сказал, в наклонности к появлению квазиэпилептического невроза под влиянием этого последнего могут быть временные вспышки психической жизни, выражающиеся в одних случаях в виде странности, чудачества, в других преступных вспышках, в третьих в актах гениальных. По ламборозу гениальность есть тоже своего рода вырождение или дегенерация. Хотя громадным большинством ученых взгляды ламборозу на существование особого типа прирожденных преступников и некоторые другие воззрения его, например, воззрения на гениальность, и не признаются, тем не менее, его последователи указывают на то, что во многих случаях внимательное исследование преступников и проституток, доказывая существование у них физических признаков вырождения, как бы свидетельствующих, что они по самому устройству своего тела обречены идти преступной дорогой. Взгляд ламборозу на гениальность думаю также подтвердить указанием на то, что действительно гении встречаются в тех семьях, где есть и дегенеранты, и душевно больные, да и сами гениальные люди нередко страдают душевными болезнями или представляют физические признаки дегенерации. Но это указывает только на то, что благодаря наследственной передаче может развиться как недостаточное развитие нервной системы, так и чрезвычайная чувствительность и тонкость ее, составляющие, с одной стороны, условия даровидности и гениальности, а с другой и условия большой ранимости и неустойчивости. Как бы то ни было, каковы бы ни были взгляды на теорию дегенерации, но психиатрия и взгляд на наследственность как на одну из главных причин душевных болезней считается твердо установленным на основании многих фактов. В отчетах, указывающих на причину заболеваний душевными расстройствами, наследственность занимает почти всегда одно из главных мест между идеологическими моментами. Правда, процентное отношение наследственности к другим причинам очень различно в отчетах разных авторов и больниц. Цифра колеблется между 6 и 90%. Такое большое колебание объясняется, с одной стороны, недостатком анамнестических сведений относительно больных в больших заведениях, содержащих преимущественно больных из класса некультурных, а с другой и личным вниманием исследователя и его умением собирать сведения. В общем, можно сказать, что, наверное, в половине случаев душевных болезней существует наследственность психопатическая, невропатическая или алкогольная. По данным, касающимся больных, лежавших в нашей московской психиатрической клинике, за пять лет мы имеем следующие цифры. Из 238 мужчин и 118 женщин психопатическая наследственность у 150 мужчин, то есть около 62% пьянства по восходящей линии, у 50, что составляет 21%. Наследственность отрицается у 25, что составляет 11%, неизвестные данные о наследственности у 13, что составляет 6%. Это, что касается мужчин, 238 мужчин и 118 женщин. Значит, психопатическая наследственность обнаружена у 85, что составляет 73%. Да, кстати, значит, психопатическая наследственность у мужчин 62, пьянство по восходящей линии 21, и того 83%. Ну, а у женщин, значит, психопатическое наследственность из 118, 73%, пьянство по восходящей линии 16% или 12%, а в общем 85% у женщин, у мужчин 83%. Дальше. Наследственность отрицается у 11 женщин из 118, что составляет 10%. Неизвестные данные о наследственности у шести женщин, что составляет 5%. С другой стороны, если мы возьмем две одинаковые по числу группы людей, психически больных и психически здоровых, то окажется, что среди родственников душевно больных значительно более лиц, страдающих психозами, неврозами и самоубийц. По исследованиям Баля и Режиса, на 100 человек душевно здоровых приходится таких родственников 17%, а на 100 человек душевно больных 92%. В большинстве случаев при существовании психической наследственности в потомстве развивается не та же болезненная форма, которая была у предков. Так, у предков может быть истерия, эпилепсия, алкоголизм, а у потомков душевная болезнь, и наоборот. Такого рода наследственность называется разнородной или гетерохронной. Есть мнение, по которому всегда передается не наклонность какой-нибудь определенной психической или нервной болезни, а передается лишь известный диатез или то основное расстройство питания ткани, на почве которого развиваются различные формы душевного заболевания, причем одни являются более часто на почве одного диатеза, например, артеритизма, другие на почве другого, например, золотушного. Не отрицая справедливости этого воззрения, для некоторых случаев нельзя, однако, не признать, что иногда передается по наследству болезнь совершенно одна и та же. Это так называемая однородная или сходственная или гомогенная наследственность. Так, например, довольно часто в семье существует наклонность именно к периодической форме душевного заболевания или к меланхолии самоубийства. Иной раз проявление наследственного расположения обнаруживается в данной семье всегда в одно время. Я знаю одну семью, где у отца в возрасте около 21 года был приступ галлюцинаторной спутанности. И у двух из его пяти сыновей в том же возрасте были же такие приступы болезни. У каждого было лишь по одному приступу, кончившемуся полным выздоровлением, довольно часто цитируется такой пример Гаммонда. Один господин перерезал себе горло в ванне, будучи 35 лет. Он оставил двух сыновей и одну дочь. Все они в том же возрасте лишили себя жизни тем же способом. Дочь оставила сына, который таким же образом лишился в жизни на 31 году. Очень сходными формами душевного расстройства страдают обыкновенно близнецы. То, что близнецы очень часто представляют чрезвычайное сходство в физической и душевной сфере – вещь общеизвестная. Иногда близость душевной жизни близнецов достигает чрезвычайной степени. Поразительный пример такого рода приводит Бомб о двух братьях-близнецах. Потрясенные случаем воровства, оба они увидели одинаковый сон в один и тот же час, будучи на расстоянии нескольких верст. Пробудившись, под влиянием кошмара каждый крикнул «Я держу вора!» На брата напали. После и у того, и у другого наступил бред, окончившийся быстрой смертью. Умерли они один через 48 часов, после другого. Первый утонул как раз в том месте, где другой хотел утопиться, но был спасен, а другой от кровоизлияния при состоянии сильного возбуждения. Я наблюдал случай, чрезвычайно похожих, друг на друга, двух близнецов-офицеров, у которых одновременно и с поразительно схожими признаками развилась около 25-35 лет преждевременная слабоумие или деменция прекокс. Французские авторы даже дают особое название психическим расстройствам близнецов «фолия гемеллере». Какие психические болезни более склонны передаваться по наследству, какие имения, об этом мы будем еще говорить в разделе частной психиатрии. Теперь же обратимся к очень интересному вопросу, от кого из родителей передается преимущественно психическая болезнь. В этом отношении не все авторы смотрят одинаково. Эскероль приписывал матери большую роль. Бальяр же полагал, что от душевно больной матери чаще заболевает дочь, а при болезни отца сын Рихардс на основании ряда теоретических соображений устанавливает такую формулу. Если болен отец, то шансы к заболеванию идут в таком уменьшающемся порядке. Третий сын более похожий на отца, вторая дочь более похожа на отца, третья дочь более похожая на мать, и четвертый сын похожий на мать. Если же больна мать, то первая это дочь похожая на мать, второй сын похожий на отца, третий сын похожий на мать, и четвертая дочь похожая на отца. И. Г. Оршанский, много занимавшийся вопросом о наследственности, приходит в своей статье «Законы наследственности» к тому заключению, что патологическая наследственность значительная со стороны матери и опасность больше для мальчиков тем, чем для девочек. Болезненное состояние отца имеет наклонность усиливаться, особенно у сыновей. Болезненное состояние матери, напротив, ослабляется у детей, особенно у дочерей. Патологическая наследственность отца прогрессивна, матери регрессивна. Опасность дегенерации больше для сыновей больных отцов, меньше для девочек больных матерей. Наследственность болезни наибольшая для молодых родителей. В эпоху их полной индивидуальной зрелости между первыми детьми больных родителей встречается большее число больных и самые тяжелые болезни. Ну, вот такое вот. Это по-аршанскому. Ну что, на этом я завершаю чтение под главы под названием «Наследственность». И прощаюсь с вами. И прощаюсь с вами до следующего чтения. Ну, а в следующий раз я закончу чтение этой главы. Вот, значит, там будет причины условия зачатия, которые способствуют развитию утробной жизни плода, рождение, физического развития в первом детстве. Вот. Следующая причина – это воспитание. Вот. Следующая причина – это влияние среды и последнее – индивидуальные свойства характера. На этом я сегодня завершаю чтение работы, скажем так, из курса, глав из курса психиатрии Сергея Сергеевича Корсакова и прощаюсь с вами. Как всегда, как обычно, приношу глубокую благодарность потенциальным слушателям, проявляющим или проявившим интерес к чтению, к прослушиванию этого, скажем, этюда, да, или ролика. Вот. И прощаюсь с вами. Спасибо и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.